Такие круговые трещины на лобовом стекле Лексуса Данила Астахова – результат неудачно выбранного места для парковки. И речь не о вандалах, а о здании 1930-х годов постройки на проспекте Калинина 18. Оно буквально разваливается по кускам. Машина стояла припаркованная. Пришел, с работы вышел, подошел к машине, на ней куски фасада и стекло разбито. А насколько далеко она стояла от здания? На парковочном месте метров 6 от здания где-то стояло примерно. А другие машины пострадали? Нет, рядом стоящие машины не пострадали. Первым делом Данил с его слов с помощью полиции зафиксировал инцидент. Далее собрал остатки фасада и уехал домой, не дождавшись сотрудников местной управляющей компании. Позже написал претензию и предоставил протокол от правоохранительных органов. Претензию-то он написал заявление, никаких фактов подтверждающих не предоставил и сам нас не дождался. Мы не смогли зафиксировать. Мы же тоже на место выехали, а там нет никого. Конечно, обследовали там все территории, но ничего такого не обнаружили. В управляющей компании не дают однозначного ответа по поводу выплаты компенсации. Пока лишь заверяют, что выясняют все детали инцидента. Но вот другую пострадавшую машину в обслуживающей организации отремонтировать пообещали. Второй случай обрушения произошел несколькими днями позже. Учар поценили где-то в 20 тысяч рублей. Куски фасада здесь летят регулярно, поэтому автомобилисты боятся ставить машины около Сталинки. Но вот других парковочных мест поблизости нет. Первый репортаж про этот дом мы снимали около полутора лет назад. За почти вековую историю здание ни разу капитально не ремонтировали. Восстановление запланировано лишь на 2034 год. А пока к крыше не может прикасаться даже управляющая компания. Мы еще сами его не можем ремонтировать, потому что он находится под защитой фонда культуры. То есть там может проводить какие-то работы на фасаде этого дома только организации, которые имеют лицензию от Министерства культуры. Единственное предупреждение тут касается снега. А вот таблички о том, что кирпич может обрушиться с фасада на голову или на машину, ее нигде нет. Единственное, есть одна красно-белая ленточка. И то она порвана. Не прошло и получаса после того, как наша съемочная группа начала работать на месте, появились работники управляющей компании со специальными ленточками. Они обклеили предупреждениями тротуар с опасной стороны. Руководство компании заверило также, что постарается направить обращение ответственным, чтобы ускорить процесс ремонта здания. Но пока это все меры. Даню Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком!